Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. У нас сейчас всего 7 часов утра и я уже начала свои предновогодние приготовления. Заранее вчера еще испекла коржи и уже вот как видите смазала торт Наполеон. У меня он получился просто огромный, но он еще не готов. Я думаю к вечеру он достаточно напитается и будет просто супер. И также приготовила салат сельдь под шубой. Я ее уже затянула пластиковой пленкой. Сейчас поставлю в холодильник и тоже будем ждать до вечера. Ну и наверное скорее всего сейчас буду продолжать приготовление и займусь мясом. Сегодня я буду готовить розбив и курицу. Курица у меня будет как горячая, а розбив скорее всего будет как холодная закуска. Так, ну что у нас с погодой? Я вообще вышла на свой огород, срежу немного лука, посадила. Мне девочки посоветовали посеять петрушку. Ну смотрите, в принципе она взошла, как бы для украшения хватит. И вот пару дней назад лучок я посадила. Хорошо. Пустил зеленые перышки. Да, погода у нас конечно на Рождество была классно, солнышко. А на Новый год вполне возможно, что еще и дождь будет. Вон они, помощницы мои, да? Миленочка и Тики. Тики. Да, Тики тоже всех с Новым годом поздравляет. Да, Тикунета. Да. Поставила на разогрев духовку и сейчас буду готовить розбив. В общем, наверное не будет у меня достаточно времени, чтобы сделать рецепт. Вот поэтому отдельный видеорецепт, поэтому я сейчас расскажу, как я делаю мясо, чтобы оно получалось розовым внутри и очень сочным и вкусным. Здесь у меня чуть немного больше килограмма говядины. Затем я разогреваю духовку до 250 градусов. Мясо не солим, только перчим и добавляем оливковое масло. Сверху я посыпала немножечко совсем вот этой вот соли с лавандой, но больше выбирала травы, чем саму соль. Солить будем немножко позже. Затем ставим мясо в духовку на 10 минут. Потом переворачиваем и вытаскиваем. Заворачиваем в фольгу и нужно будет, чтобы духовка остыла до 150 градусов. И потом заново убираем мясо в духовку и готовим примерно 40-45 минут при температуре 150 градусов. Мясо получается сочное, нежное, розовое, очень вкусное. И чем мне нравится розбив, что его можно подавать к столу как в горячем виде, так и в холодном. Мясо у меня было в духовке 10 минут с одной стороны, 5 минут с другой стороны. Сейчас я его достала, накрою фольгой и оставлю до того состояния, когда духовка будет у меня остынет до 150 градусов. И уберу на 40 минут, чтобы мясо было готово. Ой, какое оно красивое, как оно пахнет, девчонки, даже передать не могу. И вот смотрите, какое получается мясо после 40 минут закипания. Вот это вот, как вы видите, у меня в огнеупорной форме это сок, который можно будет использовать для соуса. Добавить туда грибы или сливки или томатную пасту, немножечко добавить бульона или воды. И сделать вот такой вот дополнительный соус, если вы будете подавать розбив, как горячее блюдо. Прекрасно такой соус подойдет к рису или же к кускус, или даже к картофелю. Девочки, хочу еще вам показать свою новую жительницу. Это вот такая мини-орхидея. Это подарок моего мужа на Рождество. Я очень давно хотела вот такой вот милый цветочек. И еще что мне понравилось, что вот этот вот кашпо, горшочек, он с креплениями. Можно прикрепить как на стену, так и на какой-то металлический предмет. Но я не думаю, что на дверцу холодильника это будет целесообразно прикрепить. Но у меня, в принципе, возле раковины на кухне металлическая отделка идет. И, наверное, вот эта вот красавица найдет там свое место. Ой, как она мне нравится, какая красивая, великолепная просто. Я вообще очень люблю орхидеи. Милена маме помогает уже с самого утра. Поставила конфеты возле своего места. Деда Мороза звездочку поставила. Вот этот вот пряный хлеб, я его покажу. Это специально хлеб для фуа-гра. Ну, в общем, с такой помощницей мы быстро справимся. Да, доченька? Так, девчонки, как обещала, сейчас покажу вам вот этот вот очень вкусный пряный хлеб. И если вы живете во Франции, то советую его покупать в буланжери, а не в супермаркете. Вкус очень отличается. Видите, они упаковывают красиво. Сверху, как вы видите, цукаты, корица. В общем, сейчас я его распакую и вам покажу без упаковочки. Вот, смотрите, какая красота. Вообще, он такой ароматный. Очень-очень-очень-очень вкусный. Чем-то похож на наш торт медовик. Но здесь добавлены специальные пряности. И специально этот хлеб выпекается для того, чтобы делать из него бутерброды с фуа-гра. Очень вкусно. Так, хочу еще сегодня попробовать сделать равиоли с морскими гребешками и соусом из маленьких помидорчиков и базилика. В общем, буду делать совсем немножко, чтобы, ну, как бы это такая вещь, которую не замораживают. Это будут такие пельмешки в итальянском стиле. И приготовим лангуста. Лангуста, кстати, еще не решила, как буду делать. Сейчас буду смотреть рецепты в интернете. Девочки, решила оторваться от приготовления праздничного стола буквально на несколько минут. Хочу всех поздравить с наступающим 2019 годом. Пусть этот год в вашей семье, в вашу жизнь принесет только хорошее. Чтобы не было никаких болезней, чтобы не было никаких неприятностей. Чтобы в каждой семье были только улыбки, только радость и только самые какие-то позитивные происшествия, о которых вы даже и, наверное, сами не мечтали. Потому что в жизни такая вещь. Вот если говорить даже о том, вот этот год, он для меня был какой-то такой, знаете, переломный. Если бывает, проходит год, и он, ну, так складываются обстоятельства, наверное, или как сейчас многие говорят, звезды так сложились, что или год был очень хороший, или год был очень спокойный, или наоборот были какие-то вот такие вот постоянные неприятности, какие-то постоянные происшествия. Такое у меня тоже бывало. То вот в этом году он, знаете, как был настолько эмоциональный. Не было вот этой вот золотой середины. Были или очень неприятные какие-то происшествия, или же наоборот, только какие-то такие сверхприятные. И, конечно, честно говоря, я предпочитаю год, который был 2017-й, когда всё как-то вот так вот гладко, тихо, спокойно, размеренно вот он прошёл. И как-то ты даже и не заметил, что случилось, что было, что прошло. В этом году, конечно, всё по-другому. Но знаете как, если, возможно, это связано с возрастом, возможно, это, ну, просто год такой. Было очень много приятных моментов. Я очень благодарна тому, что у меня есть канал, поскольку под конец года я познакомилась с очень приятными людьми. И в этом году я могу сказать, что возобновила отношения, дружбу с одной из своих очень давних подписчиц. Так получилось, что был какой-то период времени, что мы не общались, у них там были свои дела, переезд и так далее. Сейчас моя приятельница живёт недалеко от меня. И я думаю, что наши виртуальные отношения перейдут в реальные. Потому что человечек действительно очень приятный. Мы постоянно перезваниваемся, обмениваемся смс-ками. Ну, в общем, это приятные моменты. Конечно, и за детей своих я рада, потому что как сын, так и дочи делают успехи. И они, могу сказать, больше меня радуют, чем огорчают. И в этом году, естественно, были разочарования, без них никак. Но могу сказать, что когда происходят такие моменты, когда люди, на которых ты рассчитываешь, которым ты доверяешь, к которым ты очень хорошо относишься, и в какой-то период времени они поступают, ну, мягко говоря, некрасиво, то если раньше, например, я к этому относилась сложно, и мне было обидно, мне было больно, в этом году, вы знаете, я поняла одну вещь, что если люди как-то от тебя отходят, значит, это не твои люди. И взамен этих людей, которые были не твои, приходят новые, с которыми тебе намного приятнее общаться, и с которыми, надеюсь, что никогда не получится такая ситуация. Ну, как я уже сказала, жизнь есть жизнь, и приятные моменты, и неприятные моменты нужно принимать адекватно. И еще даже, что могу сказать, все раньше меня неприятности как-то, ну, не закаляли, а, наверное, скорее всего, выводили из какого-то равновесия, из какого-то спокойного состояния. То сейчас я любую неприятность воспринимаю очень спокойно, и считаю, что это жизненные ситуации, и без этого никуда не деться, и отношусь к этому очень спокойно, потому что все равно жизнь, она такая вот белая-черная полоса, и если случается что-то там такое, то, чего ты не хочешь, и ты начинаешь, в общем, вот так вот переворачивать мозги наизнанку, то от этого никому лучше не будет. Опять же, открытие этого года, могу сказать, что я опять же благодарна своим подписчикам, которые мне посоветовали канал Сатьи Дас. Я уже несколько месяцев каждое утро начинаю с его лекций. Некоторые лекции пересматриваю даже по два раза. Очень многие моменты для меня новые, очень интересные. Некоторые моменты, что касательно бигуди, масок, макияжа в присутствии твоего мужчины, оказывается, это не только была как бы моя такая фишка, потому что мне частенько женщины пишут, ой, да что, там я и в халате хожу, и в бегуди хожу, и муж, мол, ничего не говорит. Он, может быть, ничего не говорит, но он об этом думает, и как я считаю, что нам, женщинам, намного приятнее видеть своего мужчину не в растянутых каких-то штанах и в золотаной футболке, а нормально одетого дома. Также и нашему мужу намного приятнее, нашему мужу, каждому мужу намного приятнее видеть свою жену без засаленного халата, фартука для приготовления еды, естественно, масок и бигуди на голове. И еще какой я вывод для себя сделала, если обращаться или смотреть лекции какого-то аналитика или психолога, то лучше всего выбирать мужчину, потому что мне иногда девчонки присылают какие-то ссылки на каналы, там это такая классная психолог, она там такая замечательная. Действительно, женщины очень интересные и образованные в своей отрасли, но опять же все суждения, все советы они дают с нашей женской колокольни. И почему я в таком восторге отца тебе даст? Во-первых, мужчина с харизмой, с юмором, очень умный и подает всю информацию на обычном вот таком вот простом языке. И мне нравится, и очень много позитивного. И когда ты вот смотришь, вот утром даже просыпаешься, и тебе там, ну, может быть, нездоровится, или может какое-то настроение не очень хорошее, но послушав какую-то лекцию, послушав его комментарии или ответы на вопросы людей, которые приходят на его лекции, знаете, настроение вот поднимается лучше даже, чем ты утром встал, открыл, и у тебя вот такой вот бриллиант или машина под окном. Не знаю, конечно, может быть, я такой непритязательный человек, но мне очень нравится смотреть его канал. Так, девочки, в этом году было у меня много вопросов, почему нет каких-то рецептов, потому что каждый год я перед Новым годом, у меня, в принципе, декабрь состоят видео практически из новогодних рецептов. В этом году как-то вот, ну, не сложилось у меня. Может быть, это связано с тем, что я пересмотрела вообще свои взгляды на жизнь, и, знаете, как-то те вещи, которые были важны для меня, они сейчас ушли даже не на второй план, а где-то на сотый. И те вещи, на которые я даже не обращала внимания, вот сейчас они для меня стали намного важнее, чем были раньше. Благодарю также всех за поздравления, за виртуальные открытки, которые я получаю на, вот в течение вот этих дней, на свой электронный адрес, мне очень приятно. И буду я сейчас продолжать готовить. Готовить сегодня я буду много, но, знаете, как много всего, но по чуть-чуть, поскольку когда Рождество, мы чётко знаем, это семейный праздник во Франции, мы чётко знаем, кто будет. Но когда Новый год, это в основном праздник с друзьями. И каждый год, где-то после 12, после часа ночи, не исключено, что зайдут соседи в гости, или там какие-то друзья будут проезжать домой, остановятся поздравить, потому что после 12 часов телефон не умолкает, все звонят. И те, кто недалеко живёт, я с удовольствием приглашаю, даже не для того, чтобы там они пришли, что-то поели или что-то выпили, а просто для приятного общения. Как бы новогодняя ночь – это новогодняя ночь. Так, ну что, сейчас я буду продолжать приготовление. Включу свой любимый фильм с лёгким паром или «Ирония судьбы». И, наверное, у меня тоже будет сегодня сауна перед Новым годом, потому что хочу прогреть горло, прогреть у меня и шея болит, горло болит. Ну, в общем, я не в самом лучшем состоянии на Новый год, так что сначала посмотрим фильм, а потом пойду в сауну, буду делать прическу, какой-то праздничный макияж, маникюр я уже сделала. И будем готовиться ко встрече Нового года. Ещё раз, дорогие мои, всем спасибо, что вы у меня есть и желаю вам только счастья и радости, добра и всего самого лучшего в новом наступающем году. Всё, целую, обнимаю. И до встречи в моём новом видео в новом году на канале Лилия Франс. Пока-пока.